Казань-Экспо прошел 15-й российский венчурный форум. Предложение всем участникам, всем желающим прийти участие в развитии и создании современного университетского технопарка, потому что мы открыты для всех, для любой коллаборации и готовы помочь создать свой стартап на наших площадках для тех, кто к этому готов, и те, кто имеет достаточную работу. Казанский федеральный университет посетил заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Максим Зайцев. Уже в этом году прошло три заседания экспертного совета в Ленинградской области, в Ближнем Новгороде и вот теперь в Казани. Вакцинация от коронавируса. Вопросы и ответы. Чего страшно-то? Мы привыкли прививаться, мы это доверяем себя добросовестно, мы всегда знаем, что результат будет исключительно позитивный. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Надежда Дик. В Казань-Экспо прошел 15-й российский венчурный форум. О том, где рождаются инновации, расскажет наш корреспондент с места событий. В выставочном зале Казань-Экспо сейчас особенно оживленно. Разработчики мобильных приложений, умной одежды и других технологических новинок проводят презентацию своих разработок. Самые амбициозные поборются за внимание и поддержку потенциальных инвесторов. Венчур – это финансирование инновационных стартапов из области разработки программного обеспечения, искусственного интеллекта и биофармацевтики. Казанский университет предоставил раствор для консервации сердца при кардиохирургических операциях КФУ-2019. При сравнительно небольшом объеме инвестиций потенциальная выручка с мирового рынка продаж может составить более 2 миллионов долларов. На сегодняшний день у нас уже подготовлены и практически находятся на последней статье заключения три лицензионных соглашения. Это означает, что мы подтвердили свою состоятельность, мы подтвердили, что наш препарат интересен рынку, и мы нашли партнера, который готов вместе с нами на этот рынок выйти. Стенд технопарка посетил президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Благоприятные для ученых условия, предоставленные площадкой, помогли развить три ведущих направления университета. Создание не имеющих аналогов на рынке фармацевтических препаратов, виртуального полигона для беспилотников и лаборатории нейромаркетинга. По словам Дмитрия Пашина, технопарк готов к сотрудничеству с учеными и инновационными предприятиями. Предложение всем участникам, всем желающим прийти участие в развитии и создании современного университетского технопарка, потому что мы открыты для всех, для любой коллаборации и готовы помочь создать свой стартап на наших площадках для тех, кто к этому готов, и те, кто имеет достаточную работу. Мероприятие завершила серия круглых столов, посвященная выходу российских разработок на глобальный рынок и поддержке государством в деятельности молодых специалистов. Казанский университет с рабочим визитом посетил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Максим Зайцев. О подробностях встречи узнаете в нашем следующем сюжете. Визит начался со знакомлений с Музеем истории Казанского университета. Далее в зеленом зале прошла встреча с руководящим составом Казанского университета, в котором Ариф Межведелов рассказал про физкультурно-оздоровительную работу и спортивно-массовую деятельность в нашем университете. Зная перспективы развития нашего университета, мы выбрали вот такой курс. Мы создаем административные системы, но не откладываемся от общества. После гости отправились в научную библиотеку имени Лобачевского. Здесь, в зале заседания ученого совета КФУ, прошло совместное заседание экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся и экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. В рамках этой встречи были рассмотрены ряд законопроектов, которые будут внесены в Государственную Думу с точки зрения экспертной оценки Комитета Государственной Думы. В частности, будут внесены поправки в закон, касающийся просветительской деятельности, который недавно был уже одобрен Госдумой. Казань имеет наиболее уникальный, наиболее интересный опыт с точки зрения работы именно с большими массовыми мероприятиями в студенческой среде. Ведь есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. И самое сложное – это как раз некая средняя зона между любительским и профессиональным спортом. И здесь тот опыт, которым обладают как власти, так и организаторы в Республике Татарстан, он очень важен. И его необходимо серьезно и глубоко изучать, поскольку именно серьезные, большие, масштабные программы здесь были реализованы успешно. По окончании заседания Максим Зайцев встретился со студентами Казанского университета и ответил на вопросы, касающиеся развития массового спорта в студенческой жизни. Джамини Баева, Ленардо Влетьяров, Фарид Захидоглый, Универньюз. Генеральный консул Республики Казахстан Жанбалат Мурзалин посетил отдел рукописей и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского в Казанском федеральном университете. В Казанском университете состоялся круглый стол, посвященный астрономическим обсерваториям Казанского федерального университета в рамках форума «Астрономическое наследие», которое проходит под эгидой ЮНЕСКО. Все подробности в сюжете. На мероприятии, которые проходят 8 и 9 апреля, были и будут рассмотрены темы, связанные с астрономическими обсерваториями Казанского университета, мировой истории и культуры. Дело в том, что было очень важно продолжить ту работу, которая ведется по подготовке номинации в 2019 году. Мы проводили большой форум, по результатам которого астрономические обсерватории были включены в предварительный список ЮНЕСКО. Это называется список ожиданий. И вот в этом году, как раз посвящая 60-летию полета первого человека в космос, и кроме того, в Году науки и технологий проводится вот этот круглый стол. Был рассмотрен широкий круг проблем, связанных с определением атрибутов и дающихся универсальных ценностей. Это главное, без чего включение в список объектов всемирного наследия не может быть осуществлено. Участие принимали видные представители не только научной общественности, представители организаций, связанных с историей и культурным наследием России, но и представители ЮНЕСКО. Где-то лет 15 тому назад мы проявили инициативу о включении обсерватории загородной имени Легарда. И потом подсоединилась городская обсерватория для включения в список объектов ЮНЕСКО. Наша обсерватория является первой обсерваторией в России, если исключить Прибалтику, конечно. Кафедра астрономии тоже первая кафедра в России. И поэтому астрономия, вроде бы, можно утверждать, началась из Казанского университета астрономии в России. За прошедшие 200 лет были сделаны выдающиеся исследования. Все это дает основания обсерваториям быть включенным в этот список. В Казанском университете уникальная ситуация. Мы имеем 4 астрономические обсерватории, одна из которых является, конечно, памятником. Обсерватория, которая находится на территории Казанского университета. Есть загородная астрономическая обсерватория имени Василия Павловича Ленгельгарда. Есть обсерватория в Зеленчике на Северном Кавказе. Есть телескоп РТТ-150, который установлен в обсерватории в горах Анталии. В рамках «Круглого стола» обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к данной номинации. На сентябрь 2021 года запланировано большое мероприятие с участием послов ЮНЕСКО. Елизавета Никитина, Ленарка Вильсияров и Университета. Министр цифрового развития, связей и массовых коммуникаций России Олег Качанов заявил, что у россиян появится возможность привязать сертификаты вакцинации к загранпаспорту. Многие еще не привились от коронавируса, и у них осталось еще много вопросов. Наш корреспондент вышел на улицу, чтобы дать на них ответы. Иммунизация продолжается. Мы решили узнать у прохожих, какие вопросы у них есть человек, который уже вакцинировался от коронавируса. Ответить на вопросы согласился декан высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский, который уже вакцинировался в университетской клинике Казанского федерального университета. Стало ли ему комфортнее от того, что он защищен? Мне становится комфортнее, потому что ты теперь не делаешь поправку в общении с окружающим миром на то, что либо ты можешь получить какой-то негатив от этого мира в виде вот этого неприятного вируса, либо ты можешь стать источником болезни для окружающего тебя мира. В целом ты себя очень комфортно чувствуешь, потому что ты знаешь, что ни ты, ни для тебя никто смертельным источником опасности не является боли. Есть ли температура, может, там, здорово себя чувствует или как, или болеет? Самочувствие замечательное, температура нет. Болеть не болею. Возможно, имелось в виду, была ли температура и ухудшалось ли самочувствие после прививки, после вакцинации, да? Нет, не ухудшалось. Напомним, все желающие пройти вакцинацию могут это сделать в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А. Для этого нужно предварительно записаться через интернет-портал госуслуг или позвонить по телефону 233-30-00. Илья Андреев, Ленардо Влесьяров, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Надежда Дик. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»